А? Это пи***ц! Господи, что я делаю вообще? Чуваки, фрикадельки Икея готовы. Многие из вас знают, что в Икею сейчас невозможно попасть. Говорят, закрыто. Я захотел поесть фрикаделек своих любимых и не смог, а потом начал гуглить, как их приготовить дома и оказывается это очень просто сделать. Не вижу смысла не сделать их прямо сейчас. 800 грамм фарша возьму. Это свиноговяжий фарш, он уже сразу замешан, поэтому будем делать его. Миска, в которой мы будем все это замешивать. 4 ложки пассированного лука, 100 грамм панировочных сухарей, 2 яйца и 400 миллилитров сливок. Душистый перец, 2 чайные ложки, 2 чайные ложки белого перца, но я его не нашел, поэтому у меня будет обычный черный молотый. Соль по вкусу и дальше будет соус. Это я расскажу отдельно. Нам надо мелко нарезать лук. Насколько можете, настолько и делайте мелко. Дело в том, что он не должен ощущаться в фарше. Поэтому делаем прям крошечные-крошечные кубики. Обжаривать мы будем на небольшом количестве обычного подсолнечного масла. И заодно сразу поставлю картошечку вариться, потому что какие фрикадельки без турехи, правильно? Жарим на небольшом огне, чтобы он у вас не горел. Нам надо всего лишь, чтобы он стал немного прозрачный и перестал хрустеть. И не был такой острый. Пока обжаривается наш лук, я думаю, что нам можно начать готовить брусничный соус. Он мега простой. Для этого нам нужна будет брусника. Обалдеть. Неожиданно, правда? Стакан брусники и два стакана воды. Полстакана сахара. Сюда. И ставим на небольшой огонь. Пусть немножечко кипит. Тем временем лук уже готов. Ребятки, ступки у меня нету, поэтому я буду использовать вот такую вот штуку. Купил я её в Икее. Но это же канонично будет. Точно же так делается. Две чайные ложки. Сколько это примерно? Вот так вот. Возможно, это даже много. Ну, сейчас посмотрим. Вот так вот одеваем и начинаем молоть. Ничего не получается. О! Пошло дело. А, нет. Ну, пожалуйста. Идея была хорошая, но она не сработала. Я не придумал ничего лучше, как просто подавить вот так вот каждую горошину и потом ножом, который не жалко, измельчить это всё. Давятся они достаточно хорошо и режется тоже довольно легко. Схема рабочая. Это займёт какое-то время. Так, ребятки, прошло два дня и я, конечно, мог бы порезать его ножом, но я его подавил и засыпал вот в эту же штуку обратно. Сейчас попробуем, что из этого получится, потому что ножом это очень долго. Господи, это работает. Ну, вот мы и намололи с вами две чайные ложки душистого перца. Пахнет он, конечно, просто пипец, как сильно. Я думаю, что можно ещё раз засыпать его сюда и ещё раз пропустить для меньшей фракции. По классике я сейчас должен просыпать всё на стол. Дизлайк отписка. Ещё разочек. О, слушайте, это работает, он гораздо меньше. Удивительно, правда? Итак, я показал вам, как супер просто добыть две ложки душистого перца, не имея кофемолки. Господи, это было совсем непросто. Также две ложки обычного чёрного перца. Но его я просто на глаз примерно такую же кучку насыплю. Также соль. Ну, пусть будет одна. Три щепотки. Также сюда нам нужно разбить два яйца. сыпем 100 грамм сухарей и 400 миллиграмм сливок. Всё это надо замешать в такую кашицу. Нормально, всё хорошо, сейчас будем драться. Вы тоже его видели? Целый желток, мать его, как он там выжил. В миску мы выкладываем наш фарш, весь наш лук. Добавляем нашу жижу. Помню, дохрена как-то. Слушайте, получается неплохо, очень удобно. Главное, возьмите миску побольше, так будет реально удобнее. Иначе всё это будет вываливаться у вас, придёт кот и всё это начнёт слизывать со стола. Оно вам надо, оно вам не надо. Вообще, всё очень даже неплохо получается, но проблема в том, что фарш вообще не становится однородным. То есть, вы видите, у него есть вот такие вот фаршинки, поняли? Типа, вытянутые штучки. Надо, чтобы он был весь такой гладенький. Не знаю, возможно, придётся применить планетарный миксер. Да, давайте я так и сделаю. Я сходил за своим планетарным миксером и вот он. Так гораздо лучше перетираются все волокна и я думаю, что таким образом можно добиться большей однородности. Месим. Я не знаю, минут несколько, но чё-то очень жидко получается как-то. Как будто бы слишком много было жижи вот этой вот и как-то... Хотя, посмотрим, чё получится. Уберу-ка я его на балкон. Тем временем брусничный соус изрядно так подвытопился. Прямо очень сильно. Но он нифига не густой. Поэтому предлагаю добавить в него агар-агар или там желатин. Ну или чё-то такое. Сейчас посмотрю, чё у меня есть. Так, вот я нашёл такую вот хухню и добавлю сколько-нибудь пол-пакетика. я думаю этого хватит. Друже использовал говяжий бульон, который он вываривал 6 часов. Я же такой возможности не имею и не хочу. Да ты шо охуел, блядь! Поэтому я буду использовать просто обычный кубик, который растворил вот здесь. Сливочное масло. Немножечко подсолнечного или оливкового масла. Ложка муки. Стакан нашего куриного бульона или какого там у вас бульона. И столько же сливок, как и бульона. Очень просто. Сейчас всё покажу. Пойдёмте. А, и сковородка, конечно же. Ёпалки, блин, забыл нафиг совсем. Для начала нальём немножко подсолнечного и выложим сливочное. И прямо сюда мы выкладываем ложку муки прям с горкой. Нормальной такой. И потом это всё перемешиваем на небольшом огне всё это обжариваем. Пока мука не станет такого коричневатого цвета. Постоянно помешивайте, потому что эта штуковина очень быстро горит. Это леписты. Прошло где-то три минутки мука стала более коричневой и стала пахнуть как-то особенно. Поэтому нам нужно добавить скорее наш бульон, пока всё это не начало гореть. ну и конечно же добавляем наши сливки. Немного соли и перца. Ждём пока всё это начнёт медленно кипеть. Сейчас это всё начнёт ещё очень сильно густеть из-за того, что мы добавили муки. Уже это становится густым соусом. Поэтому я наверное не буду прекращать помешивать, так как это может пригореть к моей не антипригарной сковородке. Зацените, это просто на глазах становится аппетитным соусом. Очень похоже на икеевский. Наверное это он и есть. Торт побери. Давайте доведём его до кипения и вырубим. Мне кажется он кипит. Я вырубаю его и оставляю на плите пусть стоит. Выглядит он просто офигенно. Впрочем как и брусничный соус. Пожалуй вынесу его на балкон. Что это? Чувачки последний этап нам нужно сделать фрикадельки. Никогда этого не делаю если честно. И жарить фрикадельки я буду в духовке потому что их очень много. и я просто не хочу стоять у плиты. Пожарю на верхнем гриле. Насколько я помню чтобы не прилипал фарш к рукам нужно смочить руки маслом. Ты по-моему перепутал. А что так прилипает всё равно? Они вообще не держат форму. Это ужас вообще это просто ужас. Всё пошло не по плану. Всё просто отвратительно. Смотрите это не может стать фрикаделькой. Это пи***ц. Как это? Что это такое? Это пи***ц. Это пи***ц. так чуваки было принято коллективное решение в лице одного меня я добавлю сюда муку потому что это пи***ц. Я не знаю как это формировать шарики это просто это просто жижа. я не знаю почему так вышло. Я делал вроде всё по громовкам но видать всё дело вот в этих штуках. Короче добавлю муки насрать же. Ну мне насрать. Я просто возьму ложечку так вот туда её насыплю. Всё дело в руках сто процентов. Масло пожалуй ещё масло. Какая разница одна херня. Короче это будут котлеты по-и-киевски. Возможно я слишком большие их делаю. Ну вот я взял поменьше и чё это просто маленькая лепёха получилась. Олечка Олечка а вы можете помочь? Простите пожалуйста у меня руки просто все в говне. Включи пожалуйста духовку. Ой хорошо что ты не увидела сейчас то что здесь происходит. Продолжим? Пожалуй Это фрикаделька народ как вам? Обалденно Это пи*** Господи что я делаю вообще фрикадельки Я прошу прощения перед всеми коровами и хрюшами которые попали ко мне в руки и с которыми я сделал это фрикадельки фрикадельки максимальный жар ну посмотрим что из этого получится не знаю в крайнем случае соус сожру с картошкой правильно правильно соус вообще очень вкусный получился между прочим фрикадельки фрикадельки но это же были фрикадельки из икея поэтому шалость не удалась я считаю почему у меня не получилось я склоняюсь как бы к тому что у меня вот руки короче давайте попробуем лучше блин ну это все равно похоже реально похоже короче если у вас кривые руки как у меня можете повторять и даже если у вас не получится то все равно будет вкусно черт повери это реально вкусно резюмируя всем пока